Знаете, вся дорога украла в ад, усыпана хорошими пожеланиями на медиа. Вот эта красавица, как говорится, это раковая, по-моему, именно легких. Вот вам наглядный пример, как он растет и как он разрывает вокруг ткани. И очень часто в последнее время весь раковый легкий, к сожалению. И вот один вам пример. Это, кстати, пример, который, как говорится, касается вашего земли. В 2007 году обнаружили неоперативный рак легких. Начали пить одну бутылку утром, уравниваемую одну бутылку с дентраконценности вечера и две капсулы ничи. Через полтора месяца, в принципе, девятнадцатая емкость. Через полтора месяца половина раковых легких удара. Знаете, почему это неоперативно? Это то место, где в легких входит и выходит артерия единая. И потом нельзя делать ничего. Абсолютно. Через еще три месяца, чтобы все было чистое. Человек живется. Потребите вот эту раковую руку. Вот видите, как он растет в груди. Вы сейчас понимаете, почему я не люблю, когда вот тут закрывается. Вот этот проток закрывается. И начинается в плохие вещи. И чтобы вы знали, вот эта клетка, раковая рука, не просто какая-то осталась. Она самая легко, вот самая легко определяемая. Вообще, в общем-то, рак в воде легко определится. Но я не люблю, когда к ним относится, как бы сказать, непочтительно. Рак – это наша эффект, который выродил. Значит, была причина. Раз это случилось, делайте все, чтобы остаться еще. Рак может быть во всех местах, во всех, во всех ситуациях, вот даже в гостях. И это очень опасные вещи, потому что они могут вызвать что-то хотите. Вот смотрите, как рак и бета-лимфоциты, который в груди, окружает наши Т- и Бета-лимфоциты. Вот видите, как фаги съедают рак и бета-лимфоциты. Я хочу напомнить одну вещь. Т- и бета-лимфоциты очень хорошо выделяются с помощью наших препаратов. Но они выделяются только ночью, когда мы спим. Пожалуйста, рак может не болеть и сидеть перед компьютером, и всю ночь не работать. Это очень многое случается. Они, знаете, все время думают про рак, все это. Дорогие мои, так не бывает. Давайте я чуть-чуть расскажу, как рак работает. Хотите? Когда наш препарат входит в организм, он начинает снимать фигурку. Плащик, который у меня. Рак накрылся. Он возвращает всем клеткам, раком, к клеткам, те маркеры, которые рак скрыл. Иногда бывает, что к вам приходят человек, который вы проверяете. Если вы проверяете, а проверяете от этого. Делись из них маркеры, а иногда есть люди, которых маркеров нет. И вдруг появляются маркеры. Вот эти люди, которых появляются маркеры, не бойтесь, это начало выделя. И в этом время происходит очень серьезное выделение бета-ИТ-хиллера. Очень большое. И самое главное, что сам наш препарат, как децепсин, кистада линчи, они замедляют рак, рак, рак. И начинается то, что наша иммунная система не может уже побороться. Вот так работает иммунная система. Но когда наша иммунная система работает чуть-чуть иначе, это иначе. Вот смотрите внимательно. Как это работает вообще сейчас на энергетическом? Все, что уходит в наш организм, все, что уходит, наверное, это информация. Это может быть вот все, что уходит из меня на окружающей среда. Вода, воздух, еда, стрессы наши. Вот все разные излучения, которые есть. Все, что уходит, даже то, что ты думаешь, слышишь. И то, что даже иногда нам прикасается. Это все информация. На основе этой информации начинается изменение энергетическое. Вот на этом уровне до сих пор. Человек, когда приходит к врачу, они очень много жалуются. Это в основном. Люди, которые слабые, люди чувствительные. У них вот разные симптомы. И они думают, что брач вообще ничего не понимает. А брач думает, что это вообще психолог. Честно говоря, это просто информативно-энергические проблемы, которые вот так проявляются. В анализах чего-нибудь. Это вот эти люди. Когда это переходит уже в ситуацию, когда начинаются проблемы уже на физическом плане, тут всего четыре ситуации. Это может организационно возводить в нормальную ситуацию, восстановиться. Но в основном происходит в последнее время другого. Улучшение. Но давайте подумаем. Если это рак. Сразу сделали операцию. Гаранцию. Демокарабию. Демокарабию. Там лучше. Его уже нет. Вот для вас сегодня. Что у нас будет впоследствии? Все это осталось. Вы понимаете? Это. Вот все время. Причина. А это последствия. Мы убрали последствия. Что у нас? Типа, 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 типа. Будьте спокойно. Выбираем процентом марака. Переходите в матку или в пульс. Хотите дальше, продолжим дальше. Желудочная кишечная переходит в печень. Все очень ясно. Вы поняли это? Это чуть-чуть надо добавить. Помните? Все наши препараты. Наши 5-7 препараты. Это очень хорошо помогает нам и готовить. Смотрите, что происходит, когда наша иммунная система чуть-чуть не так проводит. Знаете, вот, когда устареваем ДТ-бета-лимпоциты и заменяются. Они начинают, вот, знаете, как бы засмутикнуть глаза. Не так видите, правильно? Вот так они... Что-то главное иммунное значение. Наш, не наш. И когда даже наш уже перерождается, он не наш. Но когда он это не видит, получается аутоиммунные заболевания. Наши препараты очень хорошо. Именно на... Именно три препарата получились в случае. Это капсулы инжи, эликсир коникс, эликсир санцин. Очень хорошо способствуют выправить именно вот эту ситуацию. И что получается? Что все эти аутоиммунные заболевания, вот реподольный апрель, цистентная красная ладжака, георгический баскулин, глуманерфрин даже. Вот потому его можно лечить. Даже не надо лечить людей, которые начнут этим диализмом. Можно начать здесь это глуманер. Это аллергия вот этого аутоиммунного происходила. Но ночи не довести. Знаете, у меня какой случай был? Пришел человек. Ну, говорит, на завтра будет назначено... Значит, диализм. Спаси меня сейчас! Я говорю, у меня вот в этой двери есть ручка, что же она? Закрылась. Понимаете, не может быть человек, который всю жизнь разрушал, пришел и представляет вам условия. Люди хотят, вот, когда начинается война во время вот этого рака, это не значит, что вот это война началась и закончилась, это борьба, это дорога. Согласность с нами. Вот так получается, что вот эти Т и ВВТ, вот эти клетки, вообще-то наша основа нашей, у них очень хорошая память. Вот нам на этом строится вообще и все эти привыкли, что они очень хорошо запоминают, что и как убивать. Главное, чтобы они были в нормальном состоянии. Потому наши продукты, вот, когда мы применяем, даже просто так, как мы, держат нашу иммунную систему, но, вот, знаете, мои усилия здесь снился. Я, больные, не пилал. Просто никогда. Даже когда работаю 16 часов, вы никогда не заметили. Абсолютно. Вы не заметили сейчас, что я всю ночь вам вообще не спрашиваю. Вот наши, китайские. Здесь несколько слов про воспаление. Знаете что? Не обращайте внимания к идее. Обращайте, что это есть. Воспаление. Горги, легкие, глотари, простати, почка, почувствующая жизнь. Не важно. Это может быть гланта. Это может быть в лимфатической системе. Это может быть в фолопии в трубах у женщин. Это может быть везде. Пожалуйста, у вас тут очень холодно. Не ходите босиком. На подошлись очень интересная точка. А на сразу может вызвать вас именно нефрит. Или у вас будут очень большие проблемы гланта. Ходите в каких-либо? Как говорится, у вас тут не израиль. Я очень часто вижу, что был босиком только. Это да, сексуально. Но если даже это глайморитис, чтобы глайморитис лежит, то очень хорошо будут вылечить именно там, что вылечить. И, как говорится, и, конечно, тут драгоценность. Если даже это воспалит раньше, он делал, и тут очень хорошо работает в лимфе. Если это даже пневмония, серьезно спасает. Спасает жизнь. Посмотрите, это делает наше холодное место. Посмотрите, этот вопрос. Самый такой вопрос, который мы говорим. Сколько надо человеку? Вы были ли оттуда? Вы были ли оттуда? Вы видите, что я буду рассказывать. Добавьте, так ваш организм нам говорит. Вы поймите, вот я ем много соли. Гарина есть. Все, пить соли. Я ем буду поменять голову, а она думает. Все, нельзя человеку, вот очень многое делают, где-то вам и она. А тут бегло. Чушь. Это таково. Там знаете, сколько вещей готовы учиться? Там надо учиться. Цвет волос, цвет кожи, цвет глаз. Геноти, морфоди, фэлоти. Не учитывайте. Когда все, что будет. Как можно удовлетворить мужчину, если дали подкрепить женщину, и все интересные, и весна за чем. Ну, это то же самое. Когда дети, дорогие дети, это просто игра в стоп. Вы поймите, дети вообще нет. У нас разные физиологи. Я вот тут очень видел, как Кришна иду. Чушь. Нельзя быть тут этим. Вы поймите, нельзя. А у вас нету столько света, чтобы Кришна иду. Если вы верите в Бога, верите в Бога, то Бог никогда не говорит, что есть мясо. После потопа мясо надо есть. И знаете почему? Не потому, что мы энергию получаем, а потому, что пилу восстановить. Я об этом завтра буду говорить. Вы приходите завтра. Вопросы по звонкам. Хотите встать? Или пройти дальше? Очень много женщин приходят к проблемам инепентуральных внуков. У меня была одна девушка. Это очень показательный пример для вас. Они их поставили, потом работали в Минис. У меня много клиник было в фирмах «Хайпель». Я как-то с ними работал, потому что они хотели, чтобы у них был самый лучший специалист. Я сказал, что будут каждый день, у каждого. И получилось так, что он, и на девушке приходит, говорит, «Ну да, не верю китайским именице, не верю тебе, но спина болит». Почему болит? Два года назад в Рошаде спинулась. Я не мог дать ей все, что хотел, потому что, ну, как получилось, я толстый, тут две пачки, как рецепт, все отмечил. Через месяц-полтора она сломает. Не верю туда, китайским именице. Не верю тебе, на спина не болит. Поверьте мне, мне абсолютно не важно, на берете вы. Главное, что они не будут. Поверьте, не готовы. Это много раз думают. Смотрите, очень много проблем в роде публикастах андрозных межпазморствах решилась. И все, что хотите, это можно сделать. Но не только это. Вот смотрите, дегеративная издевлятистка. Протрусит, реча, утончение, остерпит. Не думайте, что происходит, смотрите. Вы видели, когда мы начинаем сгарка, который гордится. Вот это так получается, у них внутренняя часть трескается. И когда ручка шла, они по-немножку начинают говорить, здравствуйте, могила. И самая большая проблема, что все наши опыты управляются именно через позвонки. Посмотрите, очень многие говорят, у меня проблема L3, но у меня болят, значит, коллеги, да? Так не должно. Болит L5, значит, пошло боль вот с внешней головной ноги. Вы поймете, все взаимосвязано. Вот до того, как болит S, до S5 головные боли. После S5 будут болеть руки, сердце. Знаете, что у меня приходят люди, которые, например, у вас волнули? Вот давайте открутите щи, да? Хрустит? Как вам действительно? На складе есть чай? Ну, это так говорят. Делайте хотя бы клисты, даже если пить не может. Проверьте мне, пепель, панци, чая достаточно, чтобы в этом вы не услышите. Не верьте, проверьте. Да? Да? Забудьте, что он не ваш. Конечно, чай. Приведите, начните, это правильно. Вы готовите, правильно? Правильно. Кислотность, вот это уже идет. Вы поймете, Андреюч, кислотность. Мы сейчас поговорим о кислотности. Очень многие люди привлекут в лёгку, там, разные вещи, чтобы еще здесь кислотность состоит, и здесь еще лучше. А вы знаете, что, если кислотные камни можно расплатить, щелочные невозможно. Знаете? Ну и что делать? Вы знаете, что наши продукты очень хорошо полносируют щелочный кислотный баланс. Проблема в том, что щелочный кислотный баланс выражается одинаково. Вот у многих бывает зуб вокруг заднего прохода, аж горит, язвы, язвы, язвы. Это другой сустав, сложный, очень, афортный сло, например. Там внутри есть минусовое давление. Я очень люблю, когда делают операции. Нашим продуктам можно сделать все, только одно невозможно сделать. Если там уже хрещали, невозможно восстановить чего-нибудь. Вот у меня был такой случай, я очень не хочу, чтобы вы подумали, что я против религии, как бы просто ко мне, друзья из Украины, очень попросили именно на последний день Пасхи, а еврейская последний день – это и есть Пасха ваша. Просто мы по-разному считаем. И силу вот в этом году, как вам учет, что с Алпала, со всеми Пасхами вместе. И, конечно, после схода этого огня, как все это пошло, я их ввел, и у меня есть там друзья арабы, которые ввели храм Кашпорт, вот именно вот где он покоен. И так получилось, что в это время я получаю смс от моего друга из Москвы. Он пишет мне «Христос Воскресе». Я говорю «Истыдно тебя меня обмануть, а тут стою». Вы понимаете, это все было так олимпатично. Почему многие не понимают, что Бог – это и все? Нет, нет. То же самое. У нас, там, там, там есть. Чтобы вы знали, нам дают жизнь две вещи. Мама, папа, в долг нам дают. Ваши дочери нам дают дело. Бог дает все. Без абсолютно никакой гарантии нам дают дают. Чем раньше мы умерем, тем больше процента мы получим. Вы удивите, что я сказал сейчас? Я могу это доказать. Он весь и будет, не сейчас. Довольте, живите, потому что наша, как вам сказали. Те, что нужно для того, что живите, чтобы у вас есть. Это самоходы. Игология очень хорошая. Просто мы очень хорошо, но нарушаем. Смотрите, вот это нормальная колена. А тут уже начинаются покращенные проблемы. Тут уже, вот, синобиальная железа воспалена, кость воспалена. Это априт. А вот это уже акрос. Это когда уже начались вот другие изменения. Смотрите, уже наслаивается. И это может быть в другой части тела. Смотрите, когда это априт. Начните с чая, и начните потом с этими вещами. Если это априт, начните с чая и заканчивайте с чаем. Нам очень нужно все эти шлаки, все эти продукты, от которых остались. Три драгоценности надо пить. В течение трех месяцев, а 15 миллилитров, каждый месяц трехдневный пилет. Вот и все. Очень многие помогают. А в качестве договорились, что нет фанацеи. Очень многие помогают. Что помогает больше всего? Там есть экстрактный урагон. Он очень быстро восстанавливает вот этот вот систем. Если даже это истинно стеобилик, может быть, который пришел в кровь, может быть, травматическому, его очень красиво можно вылечить. Дать людям эликсир и драгоценности. Не забудьте в этом время дать обязательно, обязательно, обязательно корзин. Это может быть, опять же, в любой части скелета. Не думайте, где, думайте, что это есть или нет. И дайте человеку самовосстановиться. Повторяю, не наш организм восстанавливает, это как бы, не наш воздух восстанавливает. А наш воздух дает возможность организму самовосстанавливаться. Потому не надо думать о дозах, не надо думать о, что и как. Не надо дать. А потом, наконец, говорит, может быть, слушайте. Как чай-чай, чтобы обязательно охладить чуть-чуть воду. Чтобы обязательно соблюдать постепенность, если первый раз. Чтобы обязательно не забыть чай внутри. У меня был случай, когда женщина пришла, сказал, что у вас 240 депутатов для взбавления. И я спросил, что это у вас или в ресторане. Не поймите, чай очень серьезный продукт. Кстати, я буду учить одну вещь. Есть люди, у которых не на карте цепсии есть реакция, а на какой-то состав чай. У них поднимается давление. Прекратили преподавление. Организм обращается. Вам договорят. Прекратили чай, дайте микс. И у сентября и у сентября всегда спрашивают о восприятии от аллергии и мёда. Вот смотрите, спортсменка, которая очень много падала. Видите отслоение. Вот иду, иду. Я дал самого уровня. У неё всё увеличилось. И потом дал Айцаргай, всё затихло. Но через три года она пришла с жалобами боли в коленках. Знаете почему? Она была в беременном. Вот беременном я назначил. Одну капсулу и чип два раза в день. И знаете, это можно делать до конца восьмого месяца. Но никак не в девятый. А то потом и помнелый. Заострянет холодно, а не будет уже деть. Хорошо? Ни в коем случае. И самое главное, знаете, самое хорошее время для Айцаргай. 16-18. 23 часа в овощах очень хорошо будет выделяться от ночи. Нет. Айцаргай. Это тоже, кажется, запомните. Между пятнадцатью и девятнадцать и двадцать и одного часа. Энергетически иначе. Если вы даете от ночи, смотрите внимательно. Карцы входят из пещенника. И выходят из почек. Лучше всего из пятнадцать часов до двадцати и одного часа. Никак не позже. Между двумя приемами могут быть разные часы, но не меньше, чем четыре часа. Договоряйте? Тут есть одно но. Очень часто бывает, что он так заштабованный, что он не кишечник, что он не всасывается. Подумайте всегда, чтобы очистить человека. Потому что без везда к самой сумке в карте не всасывается, на него не будет никакой. Договорились? Вот еще один пример, такой, знаете, это пятнадцать, что очень удивительно. Это тогда, когда моего друга заведующего фирма «Винте» по отделению в Израиле. Знаете, это одна из самых таких фирм, которые пускают компьютеры. У него был вот такой. Вот смотрите, две таких. И слава, и слева. И знаете, как он чувствует себя? Как будто он уходит на галки на чем-то много. Вот я и туда, из-за того, что он делится в 2 апреля, фирму главную, и они могут дать ему жить в гости, и все прочее. Я и туда «Винчи». Знаете, почему «Винчи»? Это минеральный обмен. Постановить минеральный обмен. У меня не было возможно, как чай. Через две недели вы меня звоните. Я поймал, но там, у меня все нормально. Я ему наявите, говорю, что я сейчас уже знаю, где у тебя вас. Еще пример. Дринадцать лет девушки выросла очень вдруг, метра почти восемьдесят пять, и начались компрессионные переломы. Дал, значит, капсулы «Винчи», потому что, смотрите, опять, это минеральный обмен на уши. Дал «Айцарька», потому что кальций нам нужно построить, и дал три драгоценности. Тут случилось две вещи. Она начала нормально перегреваться под петербург, не валяя ничего никакого перелома, и самое удивительное, она начала очень хорошо учиться. Но этого оказалось, что она принимала витамин. Я не спрашивал, она не приходила. Понимаете, вот сразу два. Вот наши. А знаете, почему наши кальций, самые лучшие? Знаете или нет? Знаете? Раз один человек, за этот лет, дальше он не знает. И передали. Наш кальций потому, что внутри него есть три последствия. Это витамин А, Д и К2. Эти К2 могут перейти... Как бы... И снова перейти на... И снова перейти на... И снова перейти на К2. Когда эти последствия не существуют, а в нашем воду у тебя есть, кальций всасывается очень хорошо, метаболизм происходит травмальный, и он никогда... Понимаете, как переводится это Айцайкай? Умный кальций. Он никогда не начал там набираться в сосудах или в других местах. А есть ли... Сколько тут людей, которые применяют обогащенные кальцием продукты? Или молочные? Обещали. Новые? Вы, да? Я вас очень прошу. Вы такая симпатичная, что не купите сюда. Хорошо. А у вас уже еще включая улыбка, не перенимайте ее привычку. Тут нельзя опасно есть обезжиренные молочные продукты, обогащенные кальцием. Понимаете, что вы делаете? Вы просто направлено собираете их где-то в другом месте. Я, знаете, видел такой вот печень разрез. Когда потечет шлепоток и как, знаете, как будто... Как будто до трубочки такие вставили. Зацементировать. Зачем вам надо? Вам надо? И давайте... Я еще раз добавлю туда два разговора. Не пейте никогда диетический напиток. Там есть аспартан. У меня привык очень много пациентов и у нас 7 инсклерозов. Она шлепчет, спасает у нас 7 инсклерозов. И это от этого аспартанного. Когда нагревается больше, чем 30 градусов, а у нас это больше, начинаются очень серьезные проблемы. Обязательно при склоподных, костных проблемах, суставных проблемах применять наши ингредиенты. И наши продукты все. Остео-морозус. То же самое. Ай-цай-га. Обязательно прочистите кичечник. Итак, перенимайте наши продукты. Знаете, как я его назначаю? Первую неделю. Одну капсулу два раза в день. Вторую неделю. Две капсулы два раза в день. Третья неделю дальше. Три капсулы два раза в день. Дети. Не бойтесь назначать. Дети, которые могут прогрессить. У них есть уже зубки. Могут применять это. А вот дети, которые быстро растут и не растут, как надо. Дети, которые не растут. Дети, которые нехорошо едят. Дети однообразную едут. Дайте им потом сварцвены на всех метрах. Если не хотите дойти в любом месте, на переломом, пожалуйста, подумайте об этом. И сам на рост я вам покажу. Вот смотрите. Видите, вот эта увеличенная кремляция. Я очень хотел вам показать это. Увеличенная кремляция. Вот смотрите. Тут, везде уже начались переломы. Зачем вам это надо? Это, где-нибудь, это само собой. Вот переломы, на кресле, уже все. Вот наши продукты беспособны. Проблемы в человеке. Любая проблема, которая происходит в человеке, начинает от чеченника, и не важно, какая проблема. Это могут быть разные, я назовусь, вот туда. Разные проблемы, значит, ясный, и на скриптовке не важно. Главное, чтобы его не трожизовать. Обязательно, обязательно пить чай, эликсир, феликс, и не надо эликсир. Конечно, не забыть санкцир. Если вы меняете эликсир в голову, санкцир поменяйте после. И, конечно, я знаю только один продукт, который может быть. Ощерение, или там, перерождение в голову, значит, фибротную ткань, или даже циррозную, даже раку, мы можем все опять нормальную клетку печени. Это кардицепс, менчи, и щенка. Дело у нас есть. Вот там и дайте. Это очень серьезно помогает. Когда проблемы... Вот очень часто, мне говорят, у меня была проблема желчного кузыря, камни набираются. Я сделал операцию всего, я все. Извините, желчный кузырь, это последствия проблемам желчных продуктов. Я вам только один маленький, вот, сиск, показал, что как можно много таких... Знаете, сколько я могу... Хотели, я забыл сейчас полкамлю, тогда мы с вами будем с удочкой. Желчный кузырь по чаю. Если что-то болит в печени, у вас не печень болит, он очень молчует. У вас желчный кузырь. И он очень часто набирает очень много камней. Проблематичность в том, что когда она набирает, она молчит. Проблема тонкого пищечника, очень серьезная проблема, там происходит всасывание. Вы понимаете, дальше ограбить тоже. Все дальше вот это, ввиду, при росте, то аминокислот, а будет должно всасываться. Если какая-то аминокислота не хватает, неудобно начинает быть извращенным. Проблематично. А наши тонкие кишечника очень удивительно построены. Если его раскрыть, большой стадион, он очень удивительно построен. Я знаю только один препарат, который он может чистить, как активный флексин, сентябрь. Каких камнях? Каких камнях? Камнях кишечника? Конечно. Конечно, еще там. Когда есть камни в желчном кузеле или в печени, картицепсодержащий препарат применять в большом, как того, чтобы они лучше. А то выделите спасом, камень может перелезть, а там, если больше, чем 0,8 декабря, она застрянет. Начать с маленькой и постепенно, чтобы не вызвать спас. Большие дозы мощные, но надо дойти до них не менее, где-то не нужно. Сан-цин можно пить сразу, после. Только проблема, знаете, вот у нас, в Израиле, это не проблема. Когда пьет Сан-цин, то, что происходит в России или в Литве, это не происходит. Знаете, почему? И да, срезерноморская кухня, очень много овощей, очень много, очень много грина, и самое хорошее, очень много оливковое масло. Вообще масло. Я вас очень попрощу, где-то не продается, вот рамсовое, кануловое масло. Какие-то канула, это юридическая, вот, разновидность, гальчица. Это очень хорошее масло, на дизельный топ. Вызывает, очень, проблемы, большие, носят и потыку людей. Заплатила, Канада заплатила, очень большие деньги, чтобы его, я не признала, как премиум, премиум, его признаваться. Знаете, канула, маша, канула, канула, таковала. Нет, это сканажие, так что, я бы сочинал, есть все, что выявится, но не это. После кишечек, он более проблематичен. Смотрите, когда только кишечке есть такой вот, закрыт доход, до тех вот, где всасываются, понимаете, что получается, что самое легкое, что всасывается в это время, это сахар. А там можно же очень много едят сладкого, и наедайте, продолжают есть, есть, пока не насыщаются. Едить много, насыщение мало. Вот это правда. Так что очистить, много кишечек, вы почувствуете вкус жизни. У вас вкус изменится вообще. Когда из болезни крона, а мой профессор называют, как бы вот, как кишечник плачет. Это алтаймунное заболевание. Моя боча от кофе. С ним можно вообще хорошо вести себя с эликсиром фениксом. Ни в коем случае не применяйте три драгоценности. Сразу вы себе где-то осложнили. Сансир можно применять. У этих людей, кстати, очень много проблем с обсасыванием корцем. Оба кишечника. Когда есть разные проблемы, и что он стал с толстым кишечником, они нужны девятки кубик, там может быть вот непроходимость, бактериальные проблемы, рак, поликли, и даже трещина в заднем проходит, применяйте эликсир, пожалуйста. Он очень хорошо работает. Но не заботясь, что сансир просто вам поможет все это решать. Когда рак касается кишечника живутка, я назначаю не только эликсир и сам я назначаю их до конечно людей, а сансир после. Обязательно. И там я не начну никогда с мамой опыта просто обязательно. Не бойтесь, но он очень такой добрый город. И неважно где рака находится, в обыдне в пищечном или внутри обязательно применяйте продукцию. Обязательно. Знаете, я не знаю, как у вас эффект, но проверка на спыту и в в в в в в рак 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 хорошо увеличивает проблемы вице рак при чаще дорогие продукты зрителя и пасты розы вот , когда это касается лише птичьев в пасты и розы возможности нет. Вы смотрите, очень многие люди делают такие вот эти добавки и все эти бифидор добавки Вот что случится, если вы на самом крутом джипе приехали в пустыню? Вода закончилась, еда закончилась, бензин тогда есть. Что вы их сделаете? Что вы поставили? Ума хватит, вы уйдёте от него, живым оставим. Это то же самое происходит с этими бутылками. Нету никакого основы, нету никакого там паучны. Получается, в плане милии убегут, как вот ваше братство, или аромы. Через две недели вас создаёт розовый паста в всю эту систему. И очень красиво делается, понимаете, только две крайности. Одна крайне, что одна женщина это села, ну и сразу, и она всю ночь сидела в память. Это хорошо. А другая проблема, когда задают очень такие удивительные вопросы. Вот я чуть больше чувствую. Встречали тебе пять раз, на одной встрече им объясняю, что кроме того, что она делает в кришечке очень хорошие вещи, запах снимает тело изо рта, расщепляет венолиновые пятна. Ещё можно его намазать на кришечке, на кришечке, на кришечке, на кришечке. А также, как я спрашиваю. Она была снята. Там он интересный вопрос. Где ещё можно намазать пасту? Ну, мы с вами сидим сразу, куда-нибудь на кришечке. В стул. Дальше там провокативный вопрос. Я очень провокативно отвечаю. Я очень спокойно. А знаете, что? Где ты хочешь, чтобы тебя целовал и в зал уши. Вы даже видели то, что там говорили. У нас в этом время весь запас нос закончился. И не забудьте, что все продукты нужны, да? Проблемы в хорже. Я не знаю, как в Митре, в Израиле много проблем в хорже. Смотрите так. Вот. Асфор в хорже. Эликсир Феликс. Очень быстро. Очень вот. Эти дети всегда ко мне привыкли. Знаете, как говорится? Блантики. Светный простит. А поздрашный кожа. Обязательно... Обязательно, знаете, цветный глаз. Обязательно. Это очень болит. Это очень проблематично для детей. Они просто смутятся. Он очень быстро снимается. Вы поймите. Это та же энергия. Просто это на душу. Если это проявляется уже более глубоко, это уже астомат. Гвардия. Если еще хуже, это уже проблема, которая в суставах. Это та же энергия, которая проявляется именно в хрище. Пожалуйста, обратите внимание. Псориаз. Ни в коем случае не давайте никому обещание, что если толкать генетически, Псориаз кому получится. Не возможно. Если это на дневной почве, может быть очень даже. Но никак не генетически. Как можно понять? Если он родился. Если мы у него радуемся. Это не такая проблема, как если сахарный диабетик, или там гремль, или высокое давление. Это проблема семейных проблем. Это в ДНК. Энергетически она приедает через энграун, а физически это сохраняется в определенных местах ДНК. Вы знаете почему надо беременеть с женщинами? Их до беременности. Девушки, слышите? Бить болевую пестотуру. Еду тут, позвоните, я вам лучше. Она выстраивает маркеры нормальные. Очень многие урачи, вообще люди. Она выстраивает маркеры ДНК нормальные против тех генов, которые должны работать. Три месяца до беременности во время беременности двойную дозу. И еще один момент. У мужчин, когда нету спермы, а они еще могут. Что там? Вот это помогает. Вот когда есть аллергия? Не важно это на молоко, на лекарства, на какую-то траву, на кощики. Или на какой-то, это не отпускатель, а материал. Или же это вот диодеза. Даже если это аллергия на тёщи, вот это кулак тёщи. Наши кладовки очень хорошо очищают. Для сенсибилизируют. Понимаете? Аллергия всегда начинается сенсибилизацией. Вообще это есть, это один, там, немного глобулиновый. Если очень глубоко не зашло. Но это завтра будет, вы запомните, если это воздушная проблема аллергии. Нима значения, вы или. Это IDM. Здесь это, от какой-то или иной, это имуноглублин IDA. Если входит уже анафилактический шок, в большей проблеме это IDE. Смотрите этот анализ, вы увидите его. Если у кого-то есть аллергия на всё, ни один наш продукт не будет аллергия на наш продукт. Не продумывайте суть. Проблема у них. Проблема уха гормонтоса, любая проблема. Даже если проблема касается восприняющимся запахом, когда кости какой-то болезни нет. Если он родится таким, не пытайтесь почему-то. А ухо, вот вы заметили, что у всех у вас было такое субурное состояние? Да. Было измлечение пятого уровня. Первый уровень измлечения. Чтобы вы знали, в прошлом году было шестого уровня, ждут ещё больше. Тогда обязательно берите капсулы ячинок и выделите сейчас его боржом. Потому что вас оболняет электролитка. Когда у людей генитус, знаете, звук душа. Все почти можно их вывести из разогрома одного. Старайтесь, люди, не жить около рожарных установок и трансформатором. Вызывается вот воспаление вот этой части кости. И это потом почти очень трудно измлечить. Если можно, я измлечить только долгим применением санта, санта, оранлипы и ещё меньше. Очень трудно измлечить. Но, затомните, в любые ситуации, когда есть внутреннее ухо, когда человек теряет постарство, не знает, куда он, как это, народ окружения, забота, какие-то, какие-то. Всё это можно спортировать, эликсир и увеличить. До свидания. Когда стучит слов. Нет, потому что я сказал, поэтому я и говорю. Когда эвстахливая трупа или внутреннее ухо, подсветное ухо там, закладывая водой там. Знаете, что эта проблема всегда эвстахливая? И обязательно, когда эти люди должны не только глотать, но и проласкать горло. И обязательно надо запомнить такую формулу. Один, два, три. Только глаз, только микс. На глаз можно наложить, скажем, чай. Любой. Но не надо в нос, и другие, и другие атака. Плески, пожалуйста. Тут, вот, поводительно, очень хорошо. Всасывается в стыль, и стыль, и больше не надо. Она знает, как сама делать. Вот смотрите. Даже если я не знал глокративы человека или эволюция, изучить ухо, я знал точно. Ухо так случилось, что никакая эволюция не может до этого дать. Язык – удивительная вещь. Заходите, когда вы будете пить наш валют, что признать, энергия нас меняется. Когда спрашиваете, я спрашиваю о вкусах, о цвете. Вы меняете одежду, предпочли как-нибудь цвету, у вас энергетический, статус не смеется. Вы хоть любили сладкое, любите солёное, энергетический, статус не смеется. Это не та, что плохое и хорошее. Пока это нет. Но тут очень много информации. Вы видитесь или не видитесь – то же самое. Вы любите кофе или не нагадите – то же самое. Вы любите кофе, любите его запах – статус изменится. Понимаете? Потому что язык должен быть чистым. И, кстати, язык тоже связан со всеми органами. Вот если у вас тут будет… Если вот она стоит, знайте, что у вас кишечник за широком. Если на запах не работает как там, значит почки уже начнут отгадать. И язык связан со всеми вещами. Но самое главное – знайте, что у тебя заперывается. Это один из показателей нашего внутреннего здоровья. Чтобы мы знали, ну, очень хороший компьютер, у которого четыре плавиатуры и три экрана. Знаете, какие экраны? поисходящие, по повышению исходящих. Рука, нога, все тело. Аккультура. Вот ту аккультура, которую я применяю, называется аккультура, которая может заново сделать новый программ. Программирующая. Это высший уровень, который может быть. Мы даем на понятном на себе организме. Приказ, который помогает вам. Что за их вы не дали? 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 Проблема изоги и вдохни. Знаете, что для меня лично, семейная початка, а потом выдают душу. Мой отец умирал. Скриптную форму воспаления. Я потом переведу вес лет, пока не узнал, как его найти, как его лечить. Оказалось, очень просто. Скользящий. Скользящий. Только обязательно скользящий. 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 Скользящий банковский массаж. Когда банку проводят масло. Но только не по познанию. Позвонки можно перейти наверху. Вы сперва выявляете, а потом сразу выводите. В наших родах Сан-Вау-Ура-Лик. Будет спасти жизнь. В последнее время очень много скрытых форм воспаления. Когда люди умирали, в этом же отделении ничего не будет. Сан-Вау-Ура-Лик спасает. И это не важно. Проблема в крови или, скажем. Маленькие. Или проблемы астматической. Возвращаемые астмы. Или, вот смотрите, когда есть недоразвитие. 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 Недоразвитие почек. Здесь маленький бусин. Старайтесь даже уже по каплям дать. Очень часто раскрывается почка, раскрывается лёд. Не дайте ей остаться вот так. Поверьте нашему организму. Он в вашей степени. Он хорошо построен.